Библейский портал экзегет.ру представляет А зачем, собственно, израильтяне захотели монархию? В основном для того, чтобы сражаться с другими народами Военные действия они предполагают единый центр командования И царь, ну вообще в древнем мире, не только на Ближнем Востоке, но и на Ближнем Востоке тоже Это прежде всего верховный главнокомандующий Вот им нужен верховный главнокомандующий И, соответственно, новый царь, который первый В череде она будет длинной, но пока что он всего лишь первый Его зовут Саул, он помазан пророком Самуилом Ну и что же все это даст? Вот 11 глава, собственно говоря, и рассказывает о том, зачем нужен царь Нахаш, царь Аммонитян, аммонитяне соседний народ Выступил в поход и осадил город Явеш в Галааде Жители Явеша предложили Нахашу заключить мир и подчиниться ему Но Нахаш, царь Аммонитян, сказал им на это Я заключу с вами мир только при том условии, что вырву у каждого правый глаз И так опозорю весь Израиль Довольно странное желание Но есть, кстати, рукописи Одна, по крайней мере, рукопись, которая уточняет Может быть, это как раз более древний вариант текста Жители Нахаша были меткими стрелками из прощи А человек без правого глаза, он не может прицелиться То есть стрелять сегодня, конечно, это будет огнестрельное оружие В древности это проща, либо лук Но он не сможет в любом случае И тогда понятно, что Нахаш не только такой кровавый, знаете, маньяк, который хочет побольше всяческих увечий причинить людям Но и прагматичный правитель, который понимает, а вдруг они восстанут, давай-ка я их обезоружу Работать можно и с одним левым глазом, а вот ты с прощи уже не постреляешь Понятно, что жителям Явеши все не понравилось Старейшины Явеши ответили Нахашу Подожди, семь дней мы отправим гранцов ко всему Израилю Если никто не придет к нам на выручку, мы сдадимся тебе А им, собственно говоря, там с ним особо нечего и договариваться Все очень просто Либо кто-то им поможет Либо у них будет надежда на то, что их спасут Придут на помощь им А так это маленький городок Сам он отбиться от войска окрестного народа, конечно, никак не может Гонцы пришли в город Саул и Гивы и рассказали народу об этом Тогда весь народ громко зарыдал Саул, тогда как раз возвращался с поля позади своих быков Я обращаю внимание, Саул уже царь Но еще никакого царского достоинства у него нету Он работает в поле Он быков с поля обратно перегоняет И более того, этот самый царь Аманитян, он не ведет переговоров с Саулом Он не воспринимает его как царя-израильтян Он откусывает кусочек маленький от израильского народа Ну и, собственно говоря, вот ровно та ситуация, в которой точно нужен царь Нужен человек, который примет политическое решение, возглавит армию Саул спросил, от чего это рыдает народ? Ему пересказали вести из Явеша Как бы нарочито подчеркивается, что Саул молодой парень, который еще ничего особенного не делает И все его царское достоинство заключается в том, что когда-то его помазали, но и все Когда Саул об этом услышал, сошел на него Дух Божий, запылал он гневом Он взял пару валов, порубил их на куски, разослал их по всем пределам Израилевым Через тех самых гонцов, передав на словах Так будет со скотом всякого, кто не пойдет за Саулом и за Самуилом Трепет перед Господом, охватил народ, и все выступили как один человек Вот, собственно говоря, ярчайшая иллюстрация, чем царь хорош Тот, кто может принять на себя эту ответственность Но текст подчеркивает, что это Дух Божий им овладел Не просто он сам такой молодец За Саулом и Самуилом, то есть за царем, за главой народа И за Самуилом, за пророком, который выше царя, который его помазал Который, собственно, придает какое-то другое измерение всем этим событиям Так что царская власть в Израиле, это мы видим с самого начала Она достаточно условная, это не самодержавие Такое классическое самодержавие русское до 17-го года, ну или до 1605-го Заключается в том, что, в общем, царь, он сам по себе, он надо всеми Он один несет ответственность только перед Богом Саул ни в коем случае не сам по себе Он просто человек, который исполняет определенную и очень важную роль в жизни своего народа Саул осмотрел свое войско в Безеке В нем оказалось 300 тысяч израильтян и 30 тысяч иудеев Но цифры часто все-таки здесь огромные И мы сейчас не будем обсуждать, откуда они взялись Но очень большая армия для Древнего мира Вот что они велели гонцам передать жителям Явеша в Галааде Завтра, когда пригреет солнце, будет вам подмога Те пошли и передали эту весть к радости жителей Явеша А нахашу жителей Явеша объявили Завтра мы сдадимся тебе и делай с нами, что пожелаешь Ну, понятно, они ему правят подмогу не рассказывать, чтобы военную тайну не выдавать А кроме того, может быть, не очень верят Ну, до завтра, ладно, мы еще подождем Когда пригреет солнце, то есть, ну, где-то не на восходе, а там к полудню ближе, да И, соответственно, они могут подождать вот ровно до конца следующего дня На завтра Саул разделил народ на три отряда Они проникли в лагерь амманитян на утренней страже И разбили их прежде, чем пригрело солнце Даже еще раньше, как вы видите Причем Саул талантливый полководец Как до этого судьи, да, вот судьи или вожди, как в моем переводе Они не просто выстраивали толпу народа и шли на пролом лоб в лоб А какой-то замысел, да На утренней страже, то есть, это конец ночи Вот когда еще не рассвело Когда крепче всего спят люди Они выбрали время для нападения самое такое благоприятное Три отряда, то есть, с трех сторон взяли их в клещи Амманитяне были рассеяны по одиночке И даже по двое никого не осталось Народ тогда предложил Самуилу А кто это говорил? Саул или царствует над нами? Выда их нам, мы их казним Я напомню, что в конце прошлой главы Собственно, так говорили некоторые люди Возможно, многие Кто такой этот Саул? Почему он царь? И оказывается, он царь Надо же То есть, вот, люди очень любят военные победы Их не интересует достоинство человека Их не интересуют его успехи там в экономике Потому что тем более в духовной какой-то сфере Ему, этому простому человеку важно Что вот мы врагов разбили Мы прогнали Амманитяну Это круто Теперь мы его признаем царем Обратим на это внимание Потому что дальнейшая история Саула Она будет ровно про это Он воевать-то умеет И народ от него ждет, что он будет воевать Но этого оказывается мало Итак, они хотят казнить тех Кто не признал Саула сначала царем Но Саул возразил Никого нельзя убивать сегодня Ведь Господь в этот день даровал Израилю спасение А Самуил призвал народ Пойдем в Гилгал, обновим там царствование Саула Весь народ отправился в Гилгал Ну, еще один городок И там, в Гилгале, пред Господом Саула вновь превозгласили царем Принеся Господу мирные жертвы Велика была радость Саула и всех израильтян То есть, на самом деле, Саул по-настоящему Становится царем вот здесь, в конце 11 главы Его помазал Самуил Первый раз это было, да? Об этом знали только Самуил и Саул Второй раз выборы Но выборы не в нашем понимании С бюллетенем, с голосованием А Господь своим жребием указывает Именно на Саула Второй раз его делают царем Но вот не только пророк Не только Бог Народ должен видеть в нем царя Пока этого не произошло, он не царь Вот в этой истории даже требуется Некий новый обряд, да? Вот как раз специально для тех Кто не признавал Саула в третий раз Его делают царем Причем в еще одном месте в Гилгале Ну, а как пойдет Все-таки не совсем по хорошему сценарию Эта история мы прочитаем, конечно, в следующих главах Третья история мы прочитаем, конечно, в следующих главах Продолжение следует...